Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам прогуляться по Настасинскому переулку. Он совсем маленький, 255 метров. Говорят, что он назван так в честь жены одного из владельцев дома, кто жил на этой улице, Волконского, не обесточек, памятка, потому что все запомнить просто нереально. Его же назвали Настасия, и вот он так теперь называется Настасинский. В 19 веке, это было в 18 веке, его назвали Настасинский. В 19 веке он очень недолго назывался Медвежьим переулком. А в 2019 году его хотели назвать в честь Марка Захарова. Но Департамент культурного наследия не разрешил это сделать, потому что сейчас в наше время существует закон, по которому нельзя менять исторические названия улиц и переулков. Сюда я приехала не просто так. Я узнала, что здесь есть граффити. Сейчас мы к нему подойдем. Вот вы видите, издалека это граффити Марка Захарова. Здесь недалеко находится Ленком, и, видимо, именно по этой причине граффити сделали здесь. Сделали его здесь лет пять назад. Естественно, так как граффити, ну, имеет такое обыкновение, портится, так как все-таки погодные условия. И вот сейчас его отреставрировали, и даже, видите, оно подсвечивается. Граффити находится на стене отеля Пушкин. Сейчас я вам вам покажу обязательно, но для этого мне нужно перейти на другую сторону. Сейчас мы посмотрим Марку Захарова. И пойдем на другую сторону, чтобы хорошо рассмотреть отель Пушкин. Вот он отель, он совсем небольшой. Здание постройки 1883-1891 года. Ну, и в то же время я прочитала, что, знаете, как было написано, что на этом месте когда-то стоял театр имени Комиссаржевской. Я так и не поняла. И в то же время написано, что в этом здании когда-то был театр. Ну, я не историк. Если кто-то знает более подробно об этом знании зданий, напишите мне в комментариях, как правильно. Ну, внутри я не была, но говорят, что очень атмосферное место. Вот здесь даже ресторан называется Ленский. Вот такой вход. Вот. А Марка Захарова в граффити сделали, возможно, потому что, ну, как я сказала, здесь рядом находится Ленком. И плюс еще этот отель сотрудничает с Ленкомом. Здесь селятся обычно артисты, которые там приезжают на гастроли. Театр. Ну, и с другими театрами тоже этот отель сотрудничает. Ну, и сразу за отелем стоит вот такой красивый дом. Даже сейчас, ну, не знаю, отремонтирован, отреставрирован или нет, но он все равно смотрится очень величественно. Это судная касса. Построена она в 1913-1916 годах. Ну, если по-нашему ломбард. Но только в то время в этом ломбарде под залог принимали только золото, платину и драгоценные камни. Вот сейчас я вам покажу. Здесь наверху написано. Российская судная казна. 1913-1916 год. Мы к нему подойдем поближе обязательно. На это надо будет перейти на другую сторону. Сейчас я вам издалека ее покажу. Действительно, дом красивый. Сейчас вот я попробую вот там вот наверху показать вам, какие бы рельефы сделаны красивые. Вот такой вход так оформленный. Ну, и говорят, что его называли в то время Бирюзовый дом. После революции в 1918 году здесь какое-то время находился Народный комиссариат внутренних дел. А с 1920 года здесь находилось государственное хранилище. Сюда свозили конфискованные драгоценности, реликвии, в том числе конфискованные из церквей. Вот я перешла поближе вам показать. Конечно, не очень удобно, но как смогу, покажу вам эту красоту. Дизайн действительно очень красивая. С 1941 года здесь находился в Центробанке СССР. А сейчас здесь находится хранилище Центробанка России. Ход, конечно, вообще колоссальный, очень красивый. Сложно так показывать. Вот так. Видно? Очень красиво. Я так думаю, что так и задумана вот эта вот бирюза с серым. Очень хорошо зачитается. Есть табличка, сейчас почитаем. Судно Касса, 1914-1916, архитектор Покровский, инженер Нилус, охраняется государством. Очень красиво. Очень красивое здание. Здесь еще какая-то табличка. Сейчас посмотрим. Судно Касса. Оно все то же самое. Интерьеры зданий расписаны по эскизам Ивана Филибина. Нарисованный им двуглавый орел с коронами стал символом. Госбанка печатается на купюрах. Вот такое красивое здание есть в Настасинском переулке. На околу Судно Касса я вам покажу еще одно историческое такое, но не место, а исторический объект. Это, сейчас я вам покажу, как бы вам показать так все листьями. Это люк с надписью Мюр и Мерлис. Один из немногих сохранившихся треволюционных люков в Москве. Крупная торговая компания Российской империи, основанная шотландцем. Эндрю Мюром в конце 19 века управлял сетью магазинов. Самый известный из которых нынешний ЦУМ на Петровке. Ну вот, сейчас я покажу вам. Вот написано Мюр и Мерлис. Что тут? Тоже Мюр и Мерлис. Вот так бы шла бы, даже мимо и не обратила внимания. А тут даже вот есть табличка. Вот. А напротив судной кассы стоит вот такой дом, доходный дом Сапова. Постройки 1911 года. Ну вот, если посмотреть, здесь сделаны барельефы, явно советских времен. Не знаю, как бы вам получше показать. Дело в том, что здесь в советское время была редакция газеты «Труд». Вот там, видите, какие-то краны. Вот, явно советских времен. А так, дом постройки 1911 года. Но все равно дом является объектом культурного наследия. Ну, в общем-то, вот и все. Мы с вами подошли к концу переулка. Совсем маленький, правда? А вот здесь находился в советское время кинотеатр «Киномир». Сейчас он закрыт. Вот там какая-то вывеска сейчас осталась. Сейчас посмотрим поближе. Это уже остатки вывески. Ничего там не написано. Вот, а мы с вами вышли на Тверскую. Вот такой совсем маленький Настасинский переулок. И вы знаете, что меня удивило? То, что в советское время его тоже не переименовывали. У нас ведь любили менять название переулком. Вот, а потом уже возвращать. Ну вот, этот переулок был практически всегда Настасинский, кроме небольшого периода времени в 19 веке. Ну, и на этом я закончу свою такую небольшую прогулку осеннюю. Ну, не сидеть же дома. Даже в такую погоду. Сегодня холодно, но дождя нет. Ну, что ж теперь, до весны дома, что ли, сидеть? Нет, конечно. Будем гулять. Поэтому оставайтесь на моем канале. Спасибо большое, что вы погуляли со мной. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайк, если вам понравилась такая прогулка. А я говорю вам до свидания. Еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok